10 июля на стадионе Санкт-Петербург за выход в финал сразятся сборные Бельгии и Франции. Накануне этого события мы решили поговорить об одной из звезд французской сборной 19-летним Кирианем Баппе, Серилом Колло. Здравствуйте, вы один из авторов книги «Мбаппе, маленький принц». Вы знаете о нем все. Удивило ли вас его выступление на чемпионате? Нет, я даже ожидал, что он проявит себя уже на групповом этапе, где он, впрочем, забил один гол ворота Перу. Но он выступил совершенно сенсационно в одной восьмой финала в матче против Аргентины. Он забил два фантастических гола и отличился атакой, которая привела к пенальти, реализованному Гризманом. Это 2011-й, совсем недавно, но он еще ребенок. В своей книге вы рассказываете, что уже тогда люди готовы были заплатить, чтобы увидеть его игру. А всего несколько лет спустя он забивает голы в плей-офф чемпионата мира. Как он добился такого взлета? Его первый тренер сказал мне, что с тех пор, когда ему было 13 лет, он не изменился. Он создан для турниров мирового уровня. Это уже было заметно, когда он выступал за клуб Банди, затем за Монако, за юношескую сборную Франции. И он снова демонстрирует это на своем первом чемпионате мира. На матче против Бельгии он встретится с Кевином Дебрюйном. В прошлом году этот бельгийский футболист говорил, что он не знает, кто такой Мбаппе. Но сейчас-то он узнал? Узнал. Но правда и то, что в 2017 году Келлиан еще не был известен публике до матча 1-8 финала Лиги чемпионов этого года между Манчестером и Монако. После этого он стал звездой мирового уровня. Бельгия справилась с бразильцами Неймаром и Коутиньо. Смогут ли они также противостоять французам Гризману и Мбаппе? Бельгийцам, конечно, надо будет меньше упускать возможности, как это часто происходило в игре против бразильцев. Потому что Франция, за которую играет Гризман и Мбаппе, обязательно этим воспользуется. Спасибо Серилу Кулу, соавтору книги Мбаппе «Маленький принц», которая выйдет на английском в октябре. А Франция и Бельгия сыграют вечером во вторник. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова